Сердце бросится в небо простору, я б сошла, как неволи до коры. Думка я для тела дозор, обминала шерой ночи. Я б для тела богу лучший, не ховалась в маске и роли. Именно так чувственно и проникновенно менчанка Александрина Паршина рассказывает о философии жизни и судьбе, о любви и разлуке, о грусти и радости. В свои 26 литературный редактор издательского отдела Национальной библиотеки выбрала одиночество, в котором, по мнению молодой поэтессы, она находит настоящее чувство и искренние эмоции, скрытые от глаз человека общительного. Ведь большое и чистое, как гласит народная мудрость, видится на расстоянии. Училась наблюдать за природой. В одиночестве-то на самом деле нет ничего плохого, по-хорошему. Иначе начинаешь смотреть на жизнь, иначе ценить встречи с людьми, иначе ценить, вообще ценить жизнь. И каждое ее проявление. Александрина Паршина стала почетной участницей большой разноплановой встречи, объединившей в одном зале лучших литераторов и музыкантов города. Таких, как Маргарита Назарук, Василий Баннов, вокально-инструментальный дуэт Юрия и Елены Мониных. Именно эти талантливые брещане стали участниками первого февральского мероприятия, тем самым открыв новую страницу в летописи культурной жизни областного центра. В феврале месяц мы проводим более 30 мероприятий, крупного характера, можно сказать. Вот сегодня у нас замечательная литературно-музыкальная гостиная, в которой у нас выступает и поэтесса из Минска, и наши брестские поэты. Литературно-музыкальный вечер собрал большое количество гостей. Каждый, без сомнения, смог прикоснуться душой к искреннему, живому слову, которое в этом году прозвучит здесь еще не раз. Только в феврале в планах библиотекарей уже значится несколько десятков мероприятий, так что следите за афишей.